Не рукоприкладство, да, а не руконаложение, а рукоположение, потому что иногда путают, да, и там вместо того, чтобы возложить руки, могут кого-то побить. Да, слава нашему Богу, я открою сегодня первое место, и оно написано в Ветхом Завете. Что творят в первом месте? В книге чисел. Книга, это числи, число. 27 глава, с 15 стиха. На проекторе будет, да, перевод на болгарский язык, да. И здесь написано так. И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог духов всякой плоти. Уникальное откровение Моисея, очень четко он обращается. Да поставит Господь Бог духов всякой плоти. Ну, прошлое воскресенье говорило о том, что мы не есть просто по своей натуре плоть, да. Как вот нас в первом мединституте, в котором я учился, доцент одной кафедры говорил, ну, вот кто мы такие, да. Я, к сожалению, первый институт заканчивал такой чисто материалистический. Кстати, клятву Гиппократа я, как христианин, не давал. Потому что в Библии написано, не клянитесь. Ну, так как я заканчивал в девяносто шестом году, то мне разрешили все равно получить диплом. Но все так, мне разрешили получить диплом. Потому что до этого христианам дипломы не давали в мединститутах. За что-то приди в медицинский университет христианики не Almost получали дипломы. Те христиане, которые отказывались давать клятву Гиппократа. Те христиане отказывались давать клятву на Гиппократ. Просто выпускались из институтов в качестве слушателей. Просто забывали университет, кто слушат или. Ну, мне диплом дали. Наверное, потому что это было Господу угодно. И он только смотрел. И вот на одной кафере нам десент сказал такие слова. Коллеги, ну кто мы такие? Кто мы люди? Мы животные, которые находятся на верхушке эволюции. В этой такой пищевой цепи. Мы немножко более совершенные, чем свиньи или обезьяны. И он говорит, вы знаете, что чья печень самая близкая к человеческой печени? Какая? Свинская печень. Свинская. Черная дробь на свинете. Говорит, ну вот мы такие же, такие же свиньи. И то есть человек казачий не смеется, что ты свиньи. А это было на кафедре психиатрии. И твоя была на кафедре психиатрии. Он говорит, ну, что мы лечим? Как вы не лечим? Душа. Душа-то. Кто ее видел? Какой я ее виждал? Душу никто не видел. Никакой я ее виждал. Поэтому мы лечим тело. За это не лечу мы тело. Условно рефлекторные механизмы. То есть, дай свине корм и можешь научить ее чему-то. Ну, где ее кормушка. По той значим, че, когда даешь на просвета храна, и можешь ее научить на нечто. Знаменитая собака, академика Павлова. И собак можно тоже чему-то научить, благодаря этому. Чему я вас буду учить? Говорит доцент. И доцент отказывает, че тва което, что вы учите. Это условно-рефлекторная терапия. И вот нас так учили. И не так мы были учени. Я могу сказать, что и по сей день мы находим следствие вот такого образования. И дори сега намеряем следствие на таков тип образования, начин. Иногда заходишь в поликлинику. Понянко влезаешь в больницу. И чувствуешь на себе отношение медперсонала, к сожалению, как животное. И понянко соуслежда отношението на персонал в больнице, так как к животным. Один раз я хотел... Мне нужно было справку получить для обновления водительского удостоверения. Я заплатил. Это была справка, которую... Заплатил 20 лево и проходи без очереди. Ну, я подхожу и хочу пройти без очереди. А там очередь очень длинная. И я пытаюсь подойти и постучать к двери. И мне говорят, ну, ты кто такой вообще? Я говорю, ну, мне справку нужна, я бесплатно. И тут вся очередь хорам. Нам всем справку нужна. И нам всем бесплатно. И не всички бесплатно. Ты знаешь, сколько мы здесь ждем? Знаешь ли, сколько человек мы тут? Я пришел туда в пятницу. Двое-два в пятницу там. А кто-то ждал с понедельника. А некую и чека от понедельника. Прошлой недели. От минуты с седницей. И меня готовы были убить, если я попытался бы пройти. И первые готовы меня убить, если бы я был в минуту пройти. Ну, потом там через медицинскую сестру я успел сказать о том, что я доктор вообще. Ну, врачам полагается, ну, вообще без очереди. И через медицинскую сестру им казалось, что сам лекарь могут до меня без упашки дурить. И к тому же там на рецепшен я заплатил деньги, ну, за то, чтобы бесплатно пройти, потому что у меня нет времени две недели стоять вот здесь. И на рецепции ты платил в Париз до меня без упашки. И она зашла, сказала что-то врачу. Врач вышел, взял меня за ручку и завел себя в кабинет. Ну, вот это отношение. А здесь Моисей говорит. Да поставит Господь Бог духов всякой плоти. Он обращается к Богу, который является Господом духов всякой плоти. То есть, мы по своей сущности, мы не есть плоть. И даже не есть душа. Мы есть духи. Которые живут в душе. И эта душа имеет плоть. Можешь сказать на это аминь? И просто вот, на самом деле, запомнить, какая наша суть. В первую очередь, мы духовные существа. И имеем временную плоть на этой земле. И имеем души. Которые предназначены для спасения. Которые предназначены для спасения Твоего. И если мы живем по Духу Божьему. И если мы живем по Духу Божьему. Тогда имеем шанс приобрести, унаследовать жизнь вечную. И если мы живем с Богом, может, унаследуем вечный живот. Но если мы живем по плоти. Но если мы живем по плоти. То уходим туда, откуда эта плоть пришла. В землю. И прочитаю дальше. Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека. Который выходил бы пред ними. И который входил бы пред ними. Который выводил бы их. И который бы приводил бы их. Чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыри. И сказал Господь Моисею. Возьми себе Иисуса. Сына Навина. Человека, в котором есть Дух. И возложи на него руку твою. И посавь его пред Илиазаром, священником, и пред всем обществом. И дай ему наставление пред глазами их. И дай ему от славы твоей, чтобы слышало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Илиазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы. С ним и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь Бог. И взял Иисуса, поставил его пред Илиазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Аминь. Вы знаете, это Ветхий Завет, который уже учит священников, Божьих людей о том, что в Церкви Божьей, в Ветхозаветной Церкви, можно так сказать, в Ветхозаветной общине еще до тысячи лет до нашего времени, до прихода Иисуса Христа. Твой Старый Завет в какой-то вечер тугаво соучили, да рукополагат священниците. Да. Практиковалось рукоположение. И оно работает. И то работе. Это как та милость, которая упала с плеч пророка Ильи. Твоя милость, которая упала от рамента на пророка Илья. На последующего пророка священника. На последующего пророка священника. Открой Новый Завет. И в Новый Завет. Я сегодня только прочту места из Писания, немножко поразмышляем, и мы приступим, собственно, к рукоположению. Первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею. Третья глава. Третья глава. Я озвучу человека, который сегодня будет рукоположен на пастора молодежного служения. Я думаю, кто-то догадывается, кто-то уже знает. Это служитель, который, когда я отъезжаю, всегда исполняет функции, временно исполняющие обязанности пастора. И несколько вечера, может быть, знаете, кое-что будет рукоположен. Твой человек, который исполняет функции на пастора, когда туда заминал вам некогда. Руководитель молодежного служения на сегодняшний день. Руководитель на молодежном служении. Как я уже говорил, молодежное служение сегодня разрастается. И молодежное служение вечер с разрастом. И уже не помещаются они в одну квартиру. Вечер с апартаментом. Есть нужда уже как-то, ну, тоже думать о другой квартире, второй молодежки. Поэтому есть нужда и в пасторе молодежного служения. Это человек, наш брат возлюбленный Андрей Ли. И вы знаете, я немножко вот мысль такую скажу о том, что вот рукоположение, это не означает, что в момент рукоположения происходит какая-то магия, что там что-то передается, да, что чья-то власть в пасторе передается. В большей степени рукоположение является фактом подтверждения того, что человек уже имеет. То есть у человека есть дарование. Рукоположение не есть в разнос, никакой магии или силы ты на пасторство предавать вверху человеку, но твой като подтверждение за твой, че другой человек может быть пастор? Слово Божие учит пресвятеров испытывать молодых служителей. И слово это учит пресвятерите, да испытывают молодые служители. Давать им испытания. Да им давать испытания. И когда они достойно проходят, то тогда уже происходит непосредственно рукоположение на то или другое служение. И когда те достойно с исправят, то гава се рукополагат. И смотрите, как написано про епископов, пресвятеров по слову епископ с греческого языка. Епископ как переводится? Буквально видящий, надзирающий над стадом. Епископ. То есть над, скоп это телескоп, то что видит. И здесь написано так. Первое послание Тимофея, третья глава с первого стиха. Верно слово, если кто епископства желает, то есть пастерства, доброго дела желает. Плох тот солдат, который мечтает стать генералом, да? Правда? Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепечись от Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы он не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впать в нарекания и сеть дьявольскую. Аминь. Слава нашему Богу. Вот сколько я знаю, мы уже несколько лет хорошо знаем друг друга. с Андреем. Я не знаю, мы много дней с Андреем. Ну, как бы, брат соответствует, в том плане, что... То есть, ответственно на все какие-то изисквания. Там, если бы были какие-то замечания, кстати, сегодня еще не поздно, кто-то может в зале встать, сказать, вот, ну, я против, да. Ну, в том плане. Мне, по-моему, каждый человек против этого. Да, что есть то-то и то-то, ну, например, пасторь вы не знаете, а, оказывается, Андрей, вот, ну, вот такой он, вот. Вот, и за спиной у вас такие дела вытворяет. Поэтому не стесняйтесь, говорят, ну, еще не поздно. Вмешивайтесь, говорите. Потому что, ну, реально это очень серьезно. Рукоположение. Дальше, также в этом же послании, первое послание Тимофея, четвертой главе. Первое послание на Тимофея, четвертая глава. Написано с восьмого стиха. Отосьмый стих. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Слово сие верное и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не приблигает юностью Твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в Тебе даровании, которое дано Тебе по пророчеству, то есть по откровению, с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех Твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо кто так поступает, и так поступая, и себя спасешь, и слушающих Тебя. Аминь. Вы знаете, здесь вот Библия нас направляет будущих префисторов, деканов, потому что, вы знаете, требования к префисторам, к епископам, к пасторам и к дьяконам примерно одинаковые. Ну, например, в том же первом послании Тимофея вы можете прочитать и про деканов. И примерно один в один о том, что так же, да будет таким же, как и епископ. И вы знаете, вот здесь вот это местописание приводит о том, что апостол Павел рекомендует Тимофею упражняться в благочестие. И тут как в писании допишет, что апостол Павел препоручил на Тимофея да се упражняв в благочестие. Написано седьмой стих. Седьмой стих. Упражняй себя в благочестие. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Имея обетование жизни настоящей и будущей. Вот как упражняться... Попробуйте сегодня ответить на такой вопрос, ну, в первую очередь себе самому, конечно. Питайте се да се отговорите на вопрос, как упражняться нам в благочестие. Пока вы размышляете, я немножко скажу о телесных упражнениях. В этом месте Библия не говорит о том, что телесные упражнения бесполезны. В това место Библията не казва, че те са бесполезны. Написано они мало полезны. Написано, че те са малко полезны. Для нашей души. За нашата душа. Для того, чтобы сохранить спасение. Но не написано «бесполезный». То есть, мы, христиане, призваны поддерживать свой храм. И Иисус Христос даже предупреждает в одном месте, что кто разрушит храм, того покарает Бог. И Иисус Христос не предупреждал, что тот же какой-то разрушит храм, то есть, что будет наказан Богом. И Он говорил это о телесном храме. Мы из себя представляем храм Божий. Не представляем мы храм Божий. Который предназначен для служения Святого Духа в нем. И этот храм нуждается все-таки в поддержке. Но все-таки написано, что благочестие, оно полезно, оно необходимо для того, чтобы в нем постоянно упражняться. Как вы думаете, как мы можем упражнять свое благочестие? Ответ, сокрытый в своем Писании. Чуть-чуть ниже апостол Павел приводит, как упражнять себя в благочестии. И апостол Павел пишет, как мы можем упражнять себя в благочестие. Потому что эти упражнения, Они дают нам будущность. Ты не дают... Будуешь ты. Обетование жизни, настоящее и будущее. Проповедуйся и учи. Никто да не пренебрегает юности Твоей. Будь образцом для верных слов, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением и учением. Не не ради о пребывающем тебе даровании, Которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывает, дабы успех Твой для всех был очевиден. «Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь из слушающих Тебя». И знаете, вот сама такая квинтэссенция, концентрация вот этого учения. Концентрация этого учения. О том, как упражнять себя в благочестии. Как доза упражняваем в благочестии. Сокрыто вот в этом стихе. И скрыто в тот же стих. «Вникай в себя и в учение». Да, вник в вашего в себеси и учение. Вот смотрите, когда мы читаем Библию. Когда мы читаем Библию, это? Все из вас читают Библию? Всички ли от вас читают Библию? Ну, я читаю регулярно, да? А я читаю рядовно. И я сравняваю себя на основании Священного Писания. И если что-то в Писании обличает меня, это всего лишь говорит о том, что я где-то не соответствую. Това само каза, че я не соответствую в нечто. Я каюсь. А я раскаиваю. И позволяю Богу исправить это во мне. И так происходит коррекция. И така се получава промяна. То есть моя душа постепенно входит в такой, в унисон. И постепенно душата ми влиза в унисон. С Священному Писанию. С Священното Писание. Когда человек чему-то учит, или читает Библию, хорошо знает Нагорную проповедь, но его жизнь не соответствует. Тогда возникает так называемый когнитивный диссонанс. Браво, Оксана. Справилась. Это говорит о том, что ну, фарисеи так поступали. Фарисеи так поступали. Устами своими приближаются к Богу, говорит слова Иисуса Христа. Со суснити си, ты доближават Бог. Сердцами своими далеко отстоят от меня. Но сердцата им со много далеч от него. Она из форм такого лицемерия. Това и как ту вид лицемерия. Знаете, вот я сегодня говорил немножко о птицах небесных. На самом деле, проповедовать каждое воскресенье это нелегко. Потому что мой опыт говорит о том, что, например, я воскресенье проповедовал, а в течение последующих дней Бог меня начинает испытывать в том слове, которое я сказал. Соответствую ли ты тому, чему проповедуешь? Дали я соответствую на то, которое я проповедую? И начинается вот такая битва. Я пытаюсь удержаться. Дьявол со своей стороны атакует. Дьявол атакует от своя страна. И пытается сбить меня. Се пытается, что ты там сказал в воскресенье, да? Се пытается, что ты там сказал в воскресенье, да? Попробуй это исполни. А с другой стороны, Бог дает такую поддержку, что все могу, укрепляющий меня Иисус Христе. Еще я хочу прочесть сегодня из второго послания Тимофея. Второе послание к Тимутеи. Первая глава. Первая глава. С третьего стиха. Вот третий стих. «Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполнятся радости». Там перевод есть, да? «Приводя на память нелицемерную веру Твою». Это он пишет, апостол Павел пишет Тимофею. «Которая прежде обитала в бабке Твоей Лаиде и матери Твоей Евники. Уверен, что она и в Тебе. По сей причине напоминаете возгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». И вы знаете, вот здесь апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет. «Возгревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение. И может показаться о том, что дар Божий передался Тимофею через рукоположение апостола Павла. И Тимофей что-то принял от апостола Павла. Но на самом деле, вы знаете, мы это утверждаем на основании всего Священного Писания. Но ние го утверждаваме в основа на цялото Священное Писание. О том, что невозможно рукоположить человека, который ничего не сделал в церкви и не был испытан. За това, че невозможно да се рукоположи човек, който нищо не направил в церквата и не беше испытан. Мы при святера церкви рукополагаем уже испытанных и одаренных служителей. Испитаните служители. Потому, что иначе это было бы опять же в несоответствии с Писанием. Потому, что чуть-чуть ниже апостол Павел обращается к тому же Тимофею. Долу апостол Павел отново се обръща к Тимотей. Где он пишет? И пише Рук ни на кого поспешно не возлагает. Че рецепты не трябва да се возлагат поспешно върху никого. Почему? Защо? Чтобы не стать участником в чужих грехах. За да не станешь участником в чуждите грехов. То есть мы не рукополагаем поспешно ну вот так не испытав человека не зная его о том что ну вот пастор вот человека вот вот Росин сегодня пришел к нам первый раз давайте его рукоположим ну лицо у него хорошее ну так улыбается ну вот хорошо ну давайте вот сегодня ну хотя бы на диакона да ну я скажу что ну вы знаете ну извините меня ну я не знаю да Росина давайте его поближе познакомимся да Росин будь благословен извиняю о чем таки пример но вижу там действительно им уж хобо усмивка мы рукополагаем испытанных служителей которых мы уже хорошо знаем и последнее место которое я сегодня хочу прочесть оно написано в послании к Титу то же самое апостол Павел пишет послание к Титу первая глава с пятого стиха для того я оставил тебя в Крите чтобы ты довершил недоконченный поставил по всем городам присвятеров как я тебе приказывал приказывал это означает приказывал если кто не порочен муж одной жены детей имеет верных неукоряемых в распутстве или непокорности ибо епископ должен быть не порочен как божий домостроитель не дерзок не гневлив не пьяница не бийца не корыстолюбец но странолюбив любящий добро целомудрен справедлив благочестив воздержан держащийся истинного слова согласно с учением чтобы он был силен и наставлять здравом учении и противящийся обличать ну то есть если есть какое-то лжеучение вот на этом я сегодня заканчиваю подготовку к рукоположению и хочу пригласить проповедника Андрея Ли вот на этом я И...